Мы начинаем вот в новый семестр в работе нашего семинара, но не только в новом месте, но и в новом формате. Значит, теперь это объединенный научно-философский семинар, секция проблем космической мышленности в этике и национального пререста метели. Ну, постоянные члены нашего прежнего семинара знают, я несколько раз говорил о том, что мы, значит, стремились изменить статус, объединиться с национальным религистским комитетом. Ну, не сразу это удалось, но в конце концов это удалось. И вот сегодня, значит, мы проводим первое заседание этого семинара. Вот, видите, мы ему дали такое название «Философское наследие реликов и наука». Ну, то есть, так сказать, в прежнем направлении исследования это сегодня остается. Значит, в новом формате у нас, значит, теперь три руководителя, три сопредседателя. Ирина Алексеевна Герасимовна, который, ну, все признают наши участники прежнего семинара, и, конечно, членов национального религистского комитета. Вот. Доктор, православный наук, профессор. Михаил Николаевич, ириатик. Значит, сегодняшний шестер, как задчик. Ну, один из моих авторитетов, участник прежнего сообщества. Вот здесь он представлен как советник района, и вот там много всяких других. Как оказалось, он еще входит в одну академию с нашим президентом Владимиром Владимировичем. Это важно. Ну, и ваш покорный слуга. Значит, ученый-секретарь у нас, он спрятался, Наталья Владимировна Дмитриева. Значит, ну, тут я ей написал, что коэффициент полезного действия, но на самом деле, значит, он может подать и наш кандидат патологический. Ну, и, значит, наш самокарик, Наталья Владимирович, он обеспечивает концептическую сторону. Значит, это, значит, вот я, значит, представим, сейчас посмотрим, что на следующем у нас. Концепция. Ну, вы знаете, многие люди говорили мне, что вот надо бы составить концепцию. Но я, честно говоря, небольшой сторонник того, чтобы такие длинные концепции писать. Ну, если потребуется, ну, что ж, может быть, мы напишем когда-нибудь концепцию. А сейчас, значит, просто сформулируем так очень кратко задачу нашего семинара. Это изучение философа в свете современной науки, осмысление достижений науки с позиций живой души и внесение идей живой души в современные научные представления. Ну, будут, конечно, развиваться направления, которые были заложены в создании объема научного центра профилокосмического мышления ЛЦР, то есть мы хотим сохранить все такие, ну, позитивные начинания, значит, ЛЦР вовсе, так сказать, не отмахивает все. Вот. Планируется сотрудничество с научно-философским семинаром «Наука о жизни философского эксперимента». Это семинар, который поправил Лилия Михайловна Егорова. Ну, вот такие, значит, наши цели. Я, наверное, скажу немножко о порядке. Ну, собираться мы будем, по крайней мере, в течение этого года раз в месяц, в последний четверг, в 17 часов. Вот. Здесь помещение Международного художественного фонда. Ну, я пользуюсь очень, значит, держусь благодарность руководству фонда, потому что нам предоставили возможность, значит, здесь работать. Вот нет Николая, правдивающая Макарина, которого я хотел бы попросить передать это руководству фонда. Ну, я забыл еще, когда я вас представлял, значит, родители, я забыл поблагодарить Лену Владимировну Школеру, которая, к сожалению, сейчас обсуждена, которая в течение многих лет была в учебном секретаре, вот, в учебном семинаре. Ну, в этом году мы будем собираться раз в месяц, но, возможно, в следующем нам придется и два раза. То есть, раз в принципе, то, что так вот так было. При кипе довольно много всяких заявок уже появилось. Вот. Ну, как говорят, наш арт-такой мы, как правило, выносим только одну тему. Ну, соответственно, наши докладки по этой теме. Ну, из всякого правила бывают исключения. Может быть, в редких случаях, ну, такое, что, так сказать, 10-минутное сообщение, типа новости есть, если будет. Ну, это только информационный, никакой дискуссии, ничего. Это вряд ли когда будет. Это один доклад. Ну, порядка, пришли 10 минут. Затем у нас следуют вопросы. И для нового участия в семинаре сразу хочу сказать, что вот надо отвечать вопросам дискуссии. Значит, вопрос, что-то формулируется, ответ, все. Если кто хочет высказаться, не надо волноваться. Всем будет предоставлено возможность в будущем. Но не надо превращать вопрос на выступление. Я не знаю, как это, мои коллеги, ведущие, лично я, буду не обижаясь пресекать, если будут такие, значит, по опублике. Ну, после вопроса идет обсуждение, значит. И докладчику мы не сможем предоставить возможность комментировать каждое выступление, потому что наши люди будут сидеть 12 часов. Наши докладчики предоставляют свою возможность записывать себе. И, значит, затем он в заключительном слове отвечает, ну, наиболее важные такие моменты, которые он считает необходимым отразить. После заключительного слова, если все закончится, заканчивается. Если у кого-то есть потребность, значит, что-то будет, ну, обсудить, подскорить, поговорить, пожалуйста, в кулуар. В презентации докладчик будет укладываться на сайте. Это сайт Национального рейтинга комитета, вот, его адрес приведен. И сайт «Сердце в подъеме косметического мышления и живой этики», тоже адрес. Ну, на нем, собственно, всегда и выкладывались, значит, презентации. Они будут продолжать выкладываться на этом. По крайней мере, на тему сайте будет выкладываться. Ну, и издавались труды-семинары, и, значит, потом продолжали издаваться труды-семинары. Они будут решать, ну, эту традицию, надеюсь, мы продумали. Здесь, значит, приводится план семинара на семи земли, семестр, вот, на это. Ну, вот, вы видите, первый доклад у нас сегодня, не помню, говорится, Чиряйцева, улица, на спектаке, вот, что-то идет. В октябре, значит, это у нас, получается, 26 октября, значит, будет доклад у нас сегодня Герасимов. Живая этика, и русская религиозно-полософская традиция о природе мысли. Центральная, вообще, во-первых, о природе мысли. Вот. В ноябре доклад Елены Михайловны Егоровой. Оригинальная концепция жизни приходится к формативным причинностям. Под книгой английского ученого опыта Шелдрейка. Ну, наоборот, он выключился. Сейчас я попробую на... Не надо так рассказать. Так слышно, да? Оказалось, что он мне нужен. Очень хорошо. Значит, я думаю, что нам для этого все расскажем. Но я понимаю, значит, идею Шелдрейка. Ну, риски, в общем-то, вот, все, ну, живые этики. Как мы решили это так поставить. Ну, где-то, значит, модернглад, космический разум, структурный, раздайный, научный, эмоциональный, религий. То есть, все будет рассматриваться. Вот. Ну, проект, ладно, на следующий, 18-й год он у нас уже есть. В таком моменте плана я говорил, что нам, возможно, придется иногда и два раза в месяц проводить занятия. Кроме того, у нас сейчас планируются лектории. Вот. На лектории, ну, наверное, с хермарьем начнем лектории. Ну, может быть, в этом, скорее всего, частично, в этом, да, не частично, но посмотрим, значит, может быть, и, значит, вот, в помещениях государственного зерна, посадил бы химик. Ну, здесь покажем, значит, вот, поэтому, значит, 18-й год, в январе у нас, на самом деле, так послушаем. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать, выступление. Елена Витяевна, вы что-нибудь хотите, может быть, добавить? Нет, я думаю, что это слово, но это Михаил Николаевич. Михаил Николаевич, хорошо. Значит, тогда мы предоставляем слово Михаила Николаевича. Я бы сказал, что надо порядка часа, но Михаил Николаевич этого не знал, подготовил, значит, выступление на полтора часа. Ну, мне кажется, если это много, мы с вами поговорили, значит, ну, в виде исключения, значит, ну, сейчас, я сейчас, надо бумажки у него забрать. А, ну, бумажки мне нужны, пожалуйста. А можно выключить это с собой? Потом глаза объются. Все, спасибо. Спасибо, Лев Михаил Николаевич, я буду сидя с вашего разрешения. И без микрофона, наверное, слышно все, да? Друзья, коллеги, поздравляю, даже всех с начала работы вот этого объединенного семинара. И семинар, как вы знаете, научно-философский. И я должен с самого начала, как бы, сказать, что я по согласованию вот с Альбом Бироновичем буду ориентироваться все-таки на аудиторию, которая знакома и с биографией Рерихов, и знакома с живой этикой. Если даже будут присутствовать люди, которые не очень погружены и сопричастны этим серьезнейшим, темам, то, наверное, какие-то вопросы я готов уже после семинара, если нужно, оговорите, проясните. Но вообще это сопричастность и проникновение в живую этику – это путь длиной не в одну жизнь. Так что я буду говорить, исходя, как бы, с этих основ, не разжевывая и не превращая в какой-то ликбез. Но, тем не менее, мне с другой стороны, почему много бумажек, потому что они сдерживают порыв фантазировать на эти темы и увлекаться. Говорить о эволюционном отношении к жизни Рерихов, творчеству Рерихов, к духовной эволюции человечества, можно очень долго, можно написать целый этап о книг. И поэтому в коротком этом выступлении мы просто какие-то высветим, может быть, не очень системно, может быть, несколько субъективно, высветим какие-то аспекты этого творческого пути, отраженного в творческом наследии Рерихов. И мне хочется, ну, даже просто по природе определенной своих возможностей, не замыкаться в сухие, логические, формализованные рамки систематизации и классификации, которые приняты зачастую в научном сообществе. Вы знаете, как структура живой этики, как она написана. И логика научного познания, как говорил Вернадский Владимир Иванович, она не исчерпывается вот обыденной логикой, за ней стоит сама жизнь, в его многообразие. И понять научную истину можно, исходя из многих проявлений жизни. И мысли, как действия в этой жизни. Но об этом будет, наверное, специальное выступление Ирины Алексеевны о значении мысли. Есть в учении храма, есть наставление 49, которое говорит о значении соответствий. И учитель, который давал учение храма, учитель Иларион, объясняет, почему он в своих сообщениях старался избежать опасности замкнуться в каких-то подробностях отдельных, описывая иногда очень широкие и сложные области метафизики, мировоззрения, сокровенных эзотерических знаний, и переключался в своем изложении на разные как бы углы. С разных сторон это выдавал. И более того, и даже с разных планов выдавал ту или иную мировоззренческую позицию, то или иную, значит, наставление концептуальное. Почему это происходит? Потому что чаще всего исследователи, которые относятся к областям обширным, как космические, например, области, или там области, относящиеся к геологии, астрономии, в том числе, я уж не говорил об астрологии, они ограничиваются исключительно своей областью, как пишет в этом наставлении учитель Лаврион. Но его способности и обобщение к синтезу постепенно из-за этого отмирают. Их атрофируются. И чтобы сохранить эти способности во всей их полноте, их следует постоянно применять. А обращение к мельчайшим подробностям в какой-либо одной области труда должно пробуждать желание исследовать соответствующие детали и в других областях. Ибо лишь, как говорит учитель, комбинируя и объединяя мельчайшие явления всех состояний материи, принадлежащих в одной и той же октаве вибраций, можно рассмотреть ту идеальную форму, что дало начало всему этому классу явлений. Утратив способность находить первопричину и сосредотачивать все свое внимание на ней, как на центре, из которого проистекают все эти мельчайшие свойства любой степени материи, и следователь становится костным и негибким. Он соживает свою природу, видение вещей, до столь малой точки обзора, что превращается в настоящего раба мелочей. То есть он привязывает себя к этим рабам мелочей. И эти подробности заслоняют иногда вот это вот первоослово, вот это вот видение самое центральное. И если говорить о творчестве Рерихов, то мы, конечно, должны говорить о целостном восприятии мира. Мы, конечно, должны говорить о синтезе мышления Рерихов и самой природе познания, которое не ограничилось ни схоластикой, ни логикой, ни просто перечислением факторов, несмотря на уникальную память и знания каждого из членов семьи, а оперировало к той изначальной причине, к тому зерну духа, если хотите, в котором у каждого и скрыто все знание о всем настоящем, прошлом и будущем. Об этом очень хорошо говорит любимый, в общем-то, всеми нами и Рерихами Свами Вивикананда, в его одной из эволюционно значимых статей, на которую часто ссылалась Елена Ивановна, рекомендовала читать своим друзьям, это одна статья из его, из джиндана-йоги, которая называется «Космос», где вот рост зерна, и все это как-то разворачивается. Вот этот путь зерна, путь преодоления стихий, их преображения, этих стихий, которые проходят зерно, умирая, чтобы родиться, это путь поддержания вечности жизни, вечности бытия, это последовательность возникновения ростка, стебля, листьев, цвета, плодов и так далее, оно на самом деле есть в проявлении каждого живого существа, но в разной степени. И когда мы смотрим на такие уникальные явления космического масштаба, как жизнь семьи Рерихов, можно выделить вот этот самый закон. И в этом законе присутствует вертикаль, связывающая небо с землей. Очень важно, говоря о творчестве, можно его вообще выключить? Все, все. Говоря о творчестве Рерихов, напомнить об основах. Почему? Потому что мы сейчас будем, перечисляя аспекты эволюционных достижений семьи Рерихов, говорить о формах. Формы меняются, формы приходят и уходят, а основы остаются, основы вечны. Без понимания соотношения изменяющихся форм к основам, мы не поймем, почему Рерих в его широчайшей и, наверное, самой одухотворенной концепции культуры говорил о том, что культура – вечное понятие. Ведь даже в этом вопросе, в отношении культуры и цивилизации, с ним спорили, ну, может быть, не явно, не лично спорили, а такие умы, как Бердяев. Вот в этом вопросе. Ну, это несколько отдельная сторона, но просто он не просто дается тем, кто занимается вопросами культуры. Культура, конечно, несомненно, является одним из таких эволюционных устоев. Что можно отнести к основам? Я здесь беру грани огненёйки, просто перечислю. Вот что относится к неколебимости основ, на которых стоит космос, и микрокосмос тоже. Основы остаются неизменными. И в граних огненейки написано, повторение их полезно уже само по себе, ибо создаёт устойчивость мышления. Напомню, двухполезность каждой проявленной вещи, единой в себе, но двойственной в проявлении, цикличность спирали больших и малых явлений, жизнь и смерть формы, как выражение вечной сущности жизни, бессмертной в себе, вневременность и внепространственность духа, проявляющегося во времени и в пространстве, бессмертие духа при смертности и временности, облекающих его оболочек, непрерывность его существования, беспредельность во всём, выраженная в видимых, предельных формах, и познаваемость через них, беспредельность иерархии света и лестницы жизни проявленных форм, эволюция сущего, огненное основание проявленного мира, бесконечность миров видимого и невидимого глазу космоса, беспредельные возможности развития, могущества духа, суждённые человеку от начала времён, и путь бесконечный по звёздам. Мир двойственный, мир тройственный, мир семеричный, всё в человеке, в микрокосме его, воистину сказано верно, вы боги. Вот это вот вы боги часто любила повторять и Елена Ивановна Рырих. И именно говоря об эволюции, и говоря о пути зерна, нужно вспомнить, что Царствие Божие внутри нас, и путь эволюции, это и есть разворачивание потенциальных возможностей этого Царствия Божьего вовне, в проявленных формах. И прежде всего, в творчестве духа. В творчестве духа, который мыслью, одухотворённой мыслью, пахтает океан этой материи. Причём под материи, конечно, в Рыриховском понимании понимается всё многообразие, многоуровневое многообразие материи от самых утончённых духовных её форм до конденсированных форм и материи. И если мы говорим о эволюции в этом контексте, то здесь мы уже должны говорить о своего рода алхимии духа. Надеюсь, хватит у меня времени для того, чтобы подробнее остановиться на понимании духовной алхимии как одной, в общем-то, я не боюсь этого сказать, в Рыриховской аудитории, одной из путеводных, что ли, звёзд, которые вела Святослав Николаевич Рырихов. Но на самом деле, этим занимались, по большому счёту, все Рырихи, если правильно понять, что такое духовная алхимия. Но это требует, наверное, отдельной темы семинара. Но, тем не менее, из существующих вот в Рырихских основополагающих текстов, куда я, конечно, отношу и грани амни-йоги среди этих текстов, эволюция есть утверждение высших импульсов духа в материи низшей для её трансмутации, утончения и возвышения. Подняться самому и поднять самую землю такова задача духа помненного. И всякий дух, устремлённый к свету, эту задачу так или иначе выполняет хотя бы в какой-то мере. Трансмутирующее значение света для сферы окружающей нельзя забыть. В этом назначение человека. В этом смысл света, горящего внутри. Поднять самого человека, а за ним и всё окружающее, подняться самому и ближних увлечь за собой. Это вот грани амни-йоги даёт такое определение. У Елены Ивановны Рырих есть специальная работа, посвящённая эволюции, проблемам эволюции. Эта работа в основном опирается на востоке наиболее проработанную систему копилы санхио. Конечно, Елена Ивановна знакома была и с другими системами. И начинать можно, может быть, даже из... Она это упоминает в этой работе с Древней Греции и в отцов церкви христианской. По большому счёту, вот это вот основание, вот этот вот столб, вот эта магистраль эволюционная, она проходила через самые сущностные проявления мировой философской мысли, не разграничивая Восток и Запад. Потому что высшие достижения философии Запада, они в значительной степени были связаны с тем зерном философской мысли, которая расцветала на востоке. И многие из них были отражениями, а многие даже и осколками этого единого знания. И это единое целостное знание всё-таки, несмотря на все испытания, и восток сохранил. И в этом смысле какое-то из эволюционных призваний самих Рерихов было восстановить эту утраченную целостность познания. Не только целостность бытия через своё творчество, развернутое в действиях, о которых я буду говорить, но сам вот этот стержень, основу, целостность познания, которая и была тем импульсом, запускающим процесс трансмутации. И этот импульс в значительной степени пришёл от великих учителей с Востока. Мы можем прочитать об этом в Апанишадах, мы можем прочитать это в Ведах, мы можем посмотреть лучших представителей Нео-Веданты, таких как Левикананда, Рома Кришна, и мы увидим, что высочайшие подвижники, которые не случайно в определённые периоды времени приходили на эту землю, и более того, часто приходили, когда были очень сложные планетарные знаки, очень тяжёлые астрологические условия для этого, Но именно вот в этих напряжениях, этими высокими душами, можно было преобразить эту материю. Вот это возмущение вот ангелами. Помните этот символ, который тоже часто употребляет Елена Ивановна. Вот без этого удара духа по материи не вышибить из него искру, не вышибить психическую энергию. А это и есть возможность для этой трансмутации. Вы знаете, что Николай Константинович начинал свой творческий путь в Петербурге, и, может быть, мне вот выпала честь открывать семинар не случайно, потому что я всё-таки представляю этот город, родной для Рерихов город. В 9-10 лет он уже участвовал в археологических экспедициях с Иванским, копал вот эти самые на Ижорском платое, Зварские курганы, сейчас это была Волосовская губерния. И, как он сам пишет и вспоминает, вот первое соприкосновение с предметом, который лежал и захоронённый там тысячи лет в кургане, в земле, оно вызывало своего рода определённый разряд. Оно вызывало возникновение и проявление памяти предмета. Конечно, не у каждого археолога это происходит. Но, очевидно, такой чуткий духовный организм, который был у Николая Константиновича, уже даже с этих самых первых своих исследований, он уже начинал связывать времена и эпохи. Поэтому, позже, конечно, не случайно он говорил, что из древних священных каменей сложим ступени грядущего. Если хотите, археология, как концентрированная в энергиях память прошлого, мыслью, или потенцией даже мысли, в 10 лет, конечно, у него был этот потенциал, который только готовился развиться, начинает дышать памятью времён. И не случайно, не механическая смесь, а определённый интерес, сфокусированный к той или иной области археологических, исторических знаний, помогает настроить определённые, как бы, когерентные свойства мысли и дать программу действия. Программу действия на всю жизнь. Вот каменный век у него был такой любимый конёк у Николая Костиновича. Память камня. Камень просто на дорогах даже уже помнит всё, что происходило. Просто лежащий камень на дороге. И будущая наука, как считали Рерихи, найдёт более совершенные, чем современные носители, способы считывать практически с любого предмета. И вот мы сейчас здесь с вами говорим, встречаемся, я говорю, вы думаете, что-то сопереживаете и так далее. Всё на стенах есть. Всё это можно будет прочитать. И не нужно будут для этого вот эти механические носители. Но есть более существенная память. Накопление. Накопление Духа, накопление в чаши, которые тоже разворачиваются вот этой программой бытия. Каждый человек, приходящий в этот мир, даёт определённые обязательства о своей миссии на эту жизнь. Большинство забывает об этих обязательствах. Вовлекается вот в эту плотную материю. Привязывает сознание к этой плотной материи. Но есть такие души, которые, выполняя путь самопожертвования, несут этот свет если хотите, эту предначертанную программу. Эти прообразы бытия, которые на уровне микрокосма олицетворяют высокий дух и начинают разворачивать, созвуча в определённой эволюционной спирали, в определённых соответствиях макрокосма и микрокосма, созвуча с программой более высоких духовных сущностей, которые и ответственны за эту эволюцию, которые на самом деле проводили самые чистые пути этой эволюции. Вот несомненно, к таким высоким душам относится вся семья Рерихов. И Николай Константинович конечно формировался в определённой среде. Ведь, понимаете, для того, чтобы зерно рассвело, каждому растению нужна своя среда, свои условия создания для этого, чтобы проявилась задача. Это тоже, кстати, обращает на это внимание Елены Ивановны, говоря в том числе об эволюции. И естественно, много для него значилось то, что в их доме бывали и востоковеды знаменитые, и философы, и жизнь его сталкивалась с такими людьми ещё в молодом возрасте, и повезло ему с Учителем Жизни, с Куэжи, со Стасовым повезло, и от бесед с Соловьёвым, с Брюсовым, с Леонидом Андреевым много уже сформировалось у молодого Николая Константиновича. Да и дом-то его на университетской набережной у Николаевского моста был напротив, как мы называем это, индийская гробница, потому что это дом прямо напротив дома Рейха, весь в мемориальных досках увяжен там выдающийся Востоковен Алексеев, Крачковский, дом-мемориальная квартира Академика Павлова и так далее. Это тоже, если хотите, определённые магниты. Когда такие люди в таких местах вместе живут, возникают когда такие вот центры. И когда мы начинаем говорить вот о ну даже на обыденном языке, об основных понятиях, вокруг которых вращается мир человеческих мыслей, человеческих устремлений, то эти понятия можно выразить очень лаконично. Эволюция, культура, дух, свет, общее благо. Эти категории, тоже та же категория света, сразу нас приведёт к культуре. Категория общего блага тоже приведёт к культуре. Они взаимосвязаны между собой. Всё это будет понятие эволюционное. Их трудно расчленить и разделить. Мы можем искусственно, какими-то классификаторами, как делает эта наука, это расчленить. Но живой организм, организм познания, организм познания всего человечества, который питает такие души, как Рерихи, он не расчленен, хотя временно затемнён и замутнён различными суевериями, стереотипами, предрассудками всем тем, чем добровольное рабство, к чему человек себя отдаёт. Я, может быть, слишком затянул вот это самое вступление, переходя к конкретике, но считаю, что этот целесообразно сделать, потому что уж очень много мы сейчас расплачиваемся, всё человечество расплачивается за то, что на земле происходили эти искажения. И искажение, прежде всего, болезнь была именно рассудочного мышления человеческого. Мы находимся вот ещё большинство людей находятся в пятой расе. И это связано с развитием мышления, с развитием Маноса. И есть своего рода болезни об этом. В единственном письме, которое до нас дошло из писем Маха, единственное письмо, это конец сентября 81-го года, Маха Кагана, он и говорит о том, что интеллигенция создала вот определенные вот такие вот себе сама ловушки. С одной стороны, разум человеческий занялся идолопоклонством и суеверием и тем самым ограничил свою жизнеспособность, а с другой стороны, есть животное начало, которое сделало зависимость от желаний человеческих. И это уже постепенно ведёт подданной смерти. Понять, как это происходит, можно только тогда, когда мы понимаем, что происходит с человеком, когда он переходит границы этого бытия и находится уже в доводчане. Но это уже нужно обращаться к тайной доктрине. Почему я об этом говорю? Потому что есть мысли бессмертные, есть энергии бессмертные, которые сопричастны культуре. Вот именно такими энергиями не сразу, а постепенно овладевая ими, действовали религи и действовали как единое целое. В книге Община говорится, эволюция мира складывается из революций или взрывов материи. Каждая эволюция имеет поступательное движение вверх. Каждый взрыв конструкции своей действует спирально. Поэтому каждая эволюция в своей природе подвержена закону спирали. Земное строение подобно пирамиде. Теперь попробуйте из каждой точки поступательной спирали опустить четыре грани пирамиды. Получите как бы четыре якоря опущенные в низшие слои материи. Такое строительство будет призрачным, ибо будет построено на слоях отживших. Теперь попробуем из каждой точки вверх построить ромб, получим тело завоевания верхних слоев, опередившее движение спирали. Это будет достойное строительство. Конечно, оно должно начаться в неизвестность, расширяясь наряду с ростом сознания. Потому строительство в революции является самым опасным моментом. Вот я осмелился, у меня это опубликовано уже, я осмелился представить семью Рерихов вот в этом ромбе, где Елена Ивановна занимает высшую восходящую точку. Елена Ивановна в какой-то степени, конечно, начиная тоже с земных трудов, с земных талантов, были у нее способности к рисованию, к музыке, особенно были способности к целительству, были способности к наставничеству, которые остались, но учитель, говоря об ее способностях, говорит, что главная особенность это особенность духовного синтеза и вот стяжание вот этого духовного света. Этот свет все ищут, но он обжигает. Вот она находилась на вершине этого ромба. Николай Константинович взял на себя жертвенную роль нижней части этой ромбы, воплощение этого в жизни, воплощение в действии. И учитель тоже говорил Ильин Иванович о том, что ее достижение это достижение открытия новых знаний, открытия новых просторов, открытия свойств женского начала, призванного в утонченной одухотворенной форме соединять миры. А Николай Константинович проявил себя в большей степени в действии. Проявил вот в этом самом действии, когда вот связи мужского и женского начала, он был проводником, проводником смыслов, проводником энергий, проводником устремлений, проводником интуитивных озарений, которые получала Ирина Ивановна. И они работали вместе, они работали с Пайлом. Это, конечно, очень тяжело трансмутировать вот все загрязнения и все опасности низших слоев материи, находясь в постоянном действии. Поэтому на него были постоянные стрелы и атаки для Николая Константиновича. А Юрий Николаевич и Святослав Николаевич были, если можно так сказать условно, конечно, были соединением этих треугольников. Вот это вот по горизонтали. Два крыла этой птицы. И на себя они брали, это, в общем-то, эволюционная такая, эволюционная птица, если хотите, внутри которой вот эта спираль эволюционная дается. И они на себя брали определенное разделение этих аспектов. Можно характеризовать Юрия Николаевича как просветителя Востока. Как собирателя мудрости Востока. Может быть, потому что опубликовано, это еще и недостаточно ясно. И, может быть, те исследователи Юрия Николаевича, которые подходят с чисто научных позиций, могут многое обосновать из позитивных достижений его. Но, повторяюсь, того, что говорил Вернадский, что научная истина открывается самой жизнью, которая вышла логики. И если мы говорим о очевидности и действительности, различая эти понятия, как различает живая этика, я не очень сложно говорю. Понятно, да, то, что я говорю? Если исходить из очевидности и действительности, то учителя оперируют к логике ментального синтеза, который исходит из знаний реальности. Есть два типа знаний на Востоке. И это тоже комментарий дается в письмах Махат. Есть знание реальное, знание истинное, которым обладают адепты, а есть знание, связанное уже с погружением в эту материю, знание относительное, знание условное, знание, которое связано со всеми иллюзиями Майи. И именно этим знанием пользуется подавляющее большинство людей. Но искры того знания прошибают эту материю. Без этого нет восхождения, без этого нет эволюции. Ну, так вот, Юрий Николаевич занимался по большому счету мета-историей человечества. А те конкретные научные его труды, которые вписывались в очень хороший научный стиль, в очень хорошую научную культуру мышления, в этом смысле может быть многое даже показательно, в очень ответственность большого ученого, они были в значительной степени доказательной базой этого всего. По большому счету, каждый из Рерихов был и художником, и поэтом, и вы знаете, что есть живописная работа Юрия Николаевича. Вообще, вот, такое свойство синтеза и космизма, оно всегда исходит из этой дополнительности, о которой я говорил в самом начале в связи с посланием учителя Луриона. И это помогает не замыкаться в этих подробностях, это помогает широко и углубленно смотреть на все бытие и выявляя из него именно те особенности, которые будут научно доказательны и которые будут иметь более долговременную жизнь, оплодотворяя сознание будущих ученых. Вот это очень важно. думать о будущем, не просто увлекаться какими-то своими субъективными, может быть, имеющими основания в твоем собственном генезисе выборкой фактов, а вместе с этим прокладывать вот эту линию. Это может делать человек, только который добровольно подчинил себя воле иерархии света. Только человек, который уже приблизился в какой-то степени к учителю. И не случайно Юрий Николаевич в известных вам текстах говорит, если вы хотите что-то сделать от себя, а учение предлагает другое, выберите то, что предлагает делать учение в той ситуации жизненной. Он это делал и в науке. Он хотел заниматься, когда приехал только в Индию, когда они были только в Держилинге в 23-м году, он хотел заниматься санскритом, он хотел заниматься индуизмом, а учитель тогда ему уже дал Шамой Гоби к племенам, а учитель тогда уже дал импульс к тибетскому языку, хотя уже Юрий Николаевич уже в какой-то степени состоялся, его целостность, мировоззрение и его таланты уже имели определенную направленность, когда он туда приехал. И постепенно учитель открывает каждому из Рерихов, как бы снимает покрывало, вот эти оболочки этого зерна, постепенно открывает эту суть для осознания этого пути, чтобы этот путь стал утвержден собственным сознанием, чтобы он был добровольным и чтобы он был творческим, ибо творчество всегда основано на открытой самоорганизующейся духовной системе, которая имеет обратные связи, и эти связи прежде всего связаны с осознанием того, как ты проходишь предыдущие этапы, как ты их трансмутируешь на себя. Путь Николая Константиновича даже географический, это, если хотите, та же эволюционная спираль. Он начинает с Петербурга, он получает импульс вместе с Еленой Ивановной, когда они попадают на Юфтилавте, попадают в Сартовалу, туда в Финляндию попадают. начинается, как он пишет, после сосредоточения земного, сосредоточения духовное, тонкое. То есть, уже входит в какую-то другую реальность бытия. Конечно, он уже художник состоявшийся, он может уже рефлексировать в художественных формах, дополняя, естественно, существующую у него серьезную научную мысль. не надо забывать, что он кончил еще юридический факультет Петербургского университета, хотя и там умудрился защищать диплом, связанный с искусством о правовом положении художников Древней Руси. То есть, здесь уже симптез этот самый, вот эта заклазка симптеза у него проявилась. И после Финляндии Лондон мечты об Индии, которые зародились гораздо раньше, когда он еще там Дева Саря Абунда ставил, когда он писал Лакшми Победительница, стихи свои писал, уже были импульсы Индии даны, уже пробуждался вот этот зов к Индии у Николая Тесенча. А когда уже... Полчаса уже среди, спасибо, да. А когда уже в Лондоне происходит с помощью Юрия Николаевича встреча с Тогором, тогда это уже начинает воплощаться. Тогда уже становится определенный порядок вот этого его целостности, его кристалла призвания свершаться. Ну и вы знаете, я не буду перечислять детали за неимением времени, что огромный культурный посев и магнит конечно был осуществлен в Америке, когда был создан музей в 23-м году, потом переехал в 29-м году в другое здание, когда он создал целый букет симфоний организаций, тоже представляющих определенный симптез при этом музее. И Елена Ивановна, она вот в этом проявленном пути, может быть, не всегда явно присутствовала, но она была сердцем в семье, она была одухотворяющим началом в семье. Именно она дала импульс Николаю Константиновичу еще при приезде из Петербурга в конце 16-го, в начале 17-го года Индии. Она познакомила его с трудами Макришны Вивикананды, Елена Ивановна. Она была побудительницей того, чтобы он начал читать в Хагавадгиту индийские тексты, переводы Бутрушайтиса, с которым был знаком тогда. То есть, вот, все время работала вот это, понимаете, вот эта осцелирующая какая-то пружинистая спираль мужского и женского начала. Или, как потом уже позже Елена Ивановна скажет, говоря уже о космогонических основах бытия, что венцом любви соединяющей самые тонкие проявления единой духа материи является мысль. И вот это вот вращающееся вот как свастика вращается, понимаете, вихрь такой вращающийся, он и высекает из этой единой духа материи все возможности проявления, все эволюционные возможности проявления в более грубых формах. В 23-м году Рерихи попадают в Индию и начинается совершенно другой этап. Начинается этап уже не просто знакомства, а очень глубокой ассимиляции и преображающего взаимодействия с индийской мыслью, с индийской традицией, с индийской культурой, с индийским искусством. Конечно, до этого уже Николай Константинович, как вы знаете, в 1904 году, в 1914 году, через десятилетие, в 1929 году проходят определенные вехи, связанные с подготовкой Пакта Рериха, с докладными записками императора, о сохранении культурных ценностей, с его выступлениями по поводу ценностей древнерусской жилописи, иконописи и так далее. Своё кредо он уже формулирует фактически Пакт о 1929 году, потом начинаются 1931, 1932, 1933 год, аккорды просто такие, это конвекция Пакта Рериха, Гаакская конвенция, 1933 год, Вашингтонская конвенция Пакта Рериха, и душой этого всего уже международного движения, уже широкого движения, становится Николай Константинович, если хотите, в этом реализуется определенный буддистский принцип. Дело в том, что как тот же Юрий Николаевич в одной из своих работ о единстве Азии раскрывает, если мы рассмотрим философский, метафизический значение буддизма, мы придем к тому, что буддизм нам открывает возможность связи сознания и материи, или энергии и материи, а в социальном плане он говорит о единстве всего человечества, он говорит об общине, о служении всему человечеству. и когда Рерих создает первые организации музея Рериха в Нью-Йорке, когда он создает свой принцип, отличающийся от традиционных принципов, будучи директором школы, императорского общества по общине, художества, в Петербурге, где около трех тысяч человек художника образовывалось, он уже вкладывает вот это понятие развития через эти отдельные факторы, развития вот такого синтетического, духовного, целостного сообщества, где люди, вокруг него объединяющиеся, имели возможность становиться братьями. Это прообразы общины. Никакое сотрудничество без общинного сознания невозможно. Общинное сознание, конечно, связано с трудом, общинное сознание связано с кооперацией, и это тоже эволюционные определенные принципы и этапы пути Рерихов. И вот, попадая в Индию, попадая в Индию, начинается как бы сборка на новом уровне возможностей и особенностей, взаимодополняющих особенностей каждого из членов семьи Рерихов. Они уже зафиксированы в своем предназначении, они уже достигли определенного этапа осознания своего пути, они уже стали на первых этапах мастерства, перейдя в стадию ремесла. И Николай Константинович не случайно, говоря уже позже в своей статье «Душа народов», говоря о проблеме его всегда волновавшей и волновавшей Юрия Николаевича о проблеме переселения народов, о проблеме возникновения потоков народов в историческом процессе, о закономерности их, особенно в связи с тем, что у них уже на уровне научной достоверности закрепилась центральная азиатская экспедиция, когда были найдены археологические доказательства переселения народов и гипотезы того, что вот Иалтай является таким средоточим, откуда пошел этот импульс переселения народов, что из Азии пошел этот поток, который уже выразился в целых ответвлениях разных народов и разных культур, потом уже более как бы проработанно это и аргументированно делает Лев Николаевич Гумилев, считавший себя учеником Юрия Николаевича Рериха и Вернадского. Ну вот Николай Александрович пишет, в пении океанских волн каждый неопытный мореход находит хаос и бесформенное нагромождение, но умудренный опытом ясно различает и законный видом и твердый рисунок нарастания волны. Не то же ли самое в пении смятения народов? Так же было бы недальновидно не различать гигантских волн эволюции, было бы несправедливо не заметить внутренней законности и трогательных проявлений души народной. В этих проявлениях отражается высшая непреложная справедливость. Поучительно замечать, как народный глаз и народный ум возвращаются к своим героям, многообразным подвиги которых выражена душа народная. Герои во время их строительного подвига и не подозревали, что они являются выразителями стран, выразителями самой ценной конденсированной психологии. Они творили благо, они следовали своему непосредственному зову сердца. Вот этот зов сердца и есть эта программа спиральное разворачивание призвания эволюционного. Вот этот глаз бытия, о котором говорит потом Святослав Николаевич Рерих, вот эти импульсы сокровенной и сущностной жизни, они являются определяющими, без которых не понять в целостности эволюционное призвание, эволюционную реализацию семьи Рериха. Больше 80 лет назад учителя человечества дали три дара, провозгласили три дара эволюции. Кооперация, которую можно понимать как миротворчество, как сотрудничество, как общинные принципы, исследование психической энергии и необходимость возникновения и одухотворения женского движения, подъема женского начала. Это именно эволюционные дары. И несколько раз в учении живой этики к этой теме идет возвращение. Кроме этого, Елена Ивановна Рерих в 24-м году от своего учителя получает вот такое послание, которое она поясняет о работе братства. На три отдела разделяется наша работа. Первый изыскание улучшения земного плана. Второй изыскание передачи людям этих результатов. Третий изыскание способов сообщения с мирами. Первый требует трудолюбия и терпения. Третий требует находчивости и бесстрашия. Второй требует такого самоотвержения, что самый трудный полет является отдыхом. Вот труднее всего оказывается передать сознанию людей вот этот духовный импульс. И поэтому говоря о матери мира, она стоит вокруг Иерархии. Она поднимает знамя мира. Она провозглашает начало эпохи женского начала. Есть расшифровка, что мать это красота, а мир это самопожертвование. Это иногда трудно понимается. Почему? Но понимая путь таких подвижников, как Николай Алексеевич, мы видим, что это сплошная жертва. Жертва приводит к власти духа. Жертва связана прежде всего с преображением самого себя. вот это поле битвы, поле круг шетры, о котором пишет Хагавагита, это поле внутреннего сознания человека. И когда люди начинают объединяться в государство, в сообщество, в организации, особенно если эта организация имеет высокую цель и призвание вокруг наследия рейхов, например, они все обязательно испытываются на эту способность к жертвенному самопознанию, преображению, борьбе с собой. Организация уже какой-то элемент целостности становится. И служение. И если с позиции рейха говорить то, что в лечении сказано, о законах, которые это определяют, то надо сказать, что, конечно, нам приходится сталкиваться с людьми, которые сталкивают карма. Больше половины наших встреч это кармические связи. Но выше кармического закона стоит закон служения. Самоотверженное, самоотреченное служение общему делу может помочь каким-то кармическим изживанием. А над всем этим стоит закон равновесия и гармонии, закон красоты. И единственный культ, который исповедует учителя, это культ красоты. Если мы говорим об эволюции, то без понятия красоты и света, мы не поймем ни строительства кооперативов, ни рериховского понятия культуры, ни смысла знамени мира, как эволюционно определяющего это понятие, немногое другое. Третья конвенция пакта Рериха-Вашингтонская конвенция. И фактически накануне открытия конвенции президент Рузвель подписывает признание Советского Союза. Если не ошибаюсь, это было 16 ноября 1933 года, 17-го открылась конференция пакта Рериха. Там были возражения против этого, Рузвель все-таки решил это подписать. И даже неоднозначное отношение к тому, что происходило в Советском Союзе, было у Николая Кристины Рериха. Но это отдельный вопрос. Но вот знамя мира является, наверное, одним из самых главных эволюционных символов. Почему? Да потому что знамя мира это у Рериха это знамя, которое олицетворяет именно вечность культуры. Вечность самых утонченных духовных достижений культуры. это это три владыки Будда Христос Майтрея. Это символ бессмертия Духа. Это божественная триада, которая как раз погружаясь в материю, погружаясь в материю, и начинается это преобразование, которое вечно бессмертно их. Это более земные понятия. наука, искусство, духовное учение, религия, в общем, круге культуры, как вы все знаете. Так вот, самый трудный путь, это вот путь Христа, путь Маноса, путь соединения через этот мост, Антокарану, соединения триады этой божественной с четверицей. Вот тут-то и начинаются все искушения этой материи. Тут-то и начинается уже возмущение Майи. возмущение Соловьев желаний, возмущение всего астрального плана. И очень трудно, незапятненно пройти этим путем жертвы, погрузиться, одухотворить все условия, их преобразить, как это делал Христос, как это делали высочайшие посланники света, и вернуться обратно. Это путь инволюции, погружение духа в материю, собирание опыта из этого погружения, конденсация этого опыта в новые светоносные кристаллы, которые уже принадлежат всему человечеству, и выход наверх. Елена Ивановна в дневниках тоже говорит о том, что материя должна победить материю, вспомнив свое духовное происхождение. но для этого материальные условия нужно сделать духовными. По большому счету, все рерихи материальные условия делали духовными. Они проявляли исходную духовность материи, на каком бы уровне они с ней не соприкасались. Вот культура является тем посредником в рерихском понимании между внутренним и внешним человеком, тем слоем наосфера, если уже говорить о терминологии Вернацкого, который и соединяет высший мир, эту божественную триаду, символом знамя мира, как охранитель, уже вечный охранитель ценностей культуры, соединяет с более плотными проявлениями творений духа человеческого. Памятник культуры, явления культуры, материальный или духовный язык относится к этому, относятся к традиции и так далее, к этому. Но многое из того, что сейчас относится к культуре, это является как бы тоже оболочками ее. А есть вот суть культуры. И вот суть культуры все время, как напоминал Николай Константинович в своих работах. Эволюционной вехой, просто не так много времени, но обозначить это нужно, эволюционной вехой, конечно, является Центрально-Азиатская экспедиция. Центрально-Азиатская экспедиция, как в алхимическом котле, соединила очень многие пласты прошлых накоплений человечества. Ведь вы знаете, что в значительной степени миссия экспедиции Николая Константиновича Рериха это было оживление и очищение буддизма, насколько это возможно было сделать. это знакомство и не просто знакомство и познание, а это попытка соединить разрозненные ветви буддизма, разрозненные народы, страны, культурные потоки Центральной Азии. И это тоже, если хотите, какой-то принцип общинности, который реализовывался в экспедиции через научную составляющую, через сбор материалов археологических, через его живописные работы. Около 500 картин Николай Константинович написал во время Центральной Азиатской экспедиции. Были написаны книги «Алтай Гималая», «Сердце Азии», статьи книги Шамбала, статья. И в этом смысле община была действительно чутким аппаратом эволюционности. Им обработан был огромный Юрий Николаевич Рерихом, он занимался большим научной составляющей экспедиции. Он изложил это все, вы знаете, по тропам Средины Азии. Он обработал обширнейший лингвистический материал, культурологический, востоковедческий, свидетельствующий о древних связях народов, регионов Азии, Алтая, Гималая, от России до Кашмира и дальше. Особое значение он придавал кочевникам Центральной Азии, ибо они переносили этот дух, они переносили эти энергии кочевники. Они оставляли знаки вековых переселений народов, которые запечатлелись в солярных знаках Менгирах и так далее. В своей работе «Рассвет ориентализма» Юрий Николаевич писал, «Одна за другой появлялись на исторической сцене новые нации. Невозможно подняться до истоков этого мощного потока. Мы встречаемся здесь с еще необъяснимым явлением жизни кочевых народов, с новой проблемой психологии народов. Быть может, существует сила притяжения древних центров великих цивилизаций. Психология народов все еще представляет собой почти не исследованную область науки. И до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в данной области, придется удовлетворяться простыми гипотезами. Лишь в самое последнее время началось систематическое изучение древности Южной России. Но уже первые открытия позволяют утверждать существование тесных связей между кочевниками Юга России и кочевниками Китайского Туркестана. Его все время Юрий Николаевич интересовала психология народов. Вот эти более тонкие вещи, которые и были программой для внешних проявлений переселения народов и так далее. И эти центры, о которых мы говорили, они, конечно, приводят Рерихов не случайно в Сибирь, приводят на Алтай. А будущее Азии связано с рассветом Сибири. И об этом говорили и Ломоносов, и Вернадский, и Шпенглер, и Тойнби, и другие. Об этом, конечно, не случайно был импульс сосланных декабристов после восстания в 1825-го года в Сибирь. Об этом писали и Шаховской, и братья Бестужевы, Муравьев, Апостол, Якушкин, и Кубович и так далее. Многие интеллигенции занимались вопросом исследования Сибири. И Ломоносов, и Вернадский, и яркие, значит, представители именно тех, и Менделеев, которые говорили, что Россия будет процветать именно Сибирью. Но Рерихи показали значение Алтая и Сибири именно как определенного магнита, как определенного энергетического центра, который разворачивает возможности будущей совершенно одухотворенной общности людей, новой страны. И не случайно, и в основном уже в Манжурскую экспедицию, Николай Константинов занимается кооперацией. Не случайно Николай Константинов начинает разрабатывать еще с 20-х годов создание кооперативов, то есть таких общин. Аллатырь, очень мощный кооператив, о котором много пишут, который потом он пытается внедрить уже в Манжуго и даже во внутреннюю Монголию, кооператив Белуха, кооператив Канзас. В дневниках Манжурской экспедиции все это можете встретить. Ярое сопротивление возникает у нашей миграции в Харбинской среде, когда он пытается на православной основе, призывая все время к Сергию как к строителю и объединителю. То есть, если хотите, он пытается на другом уже историческом уровне, в другом масштабе взять принцип, который Сергий делал при объединении разрозненных княжеств России, для того, чтобы эти же энергии запустили объединение народов Азии. Объединение народов Азии на соединении буддизма и коммунизма. Ну, конечно, это коммунизм, не насильственный коммунизм, против которого выступали учителя. Это коммунизм нагорной проповеди, если хотите. Это коммунизм вечных ценностей и вечных истин. В своей статье об эволюции Елена Ивановна говорит, кстати, о том, что достижение духовного совершенствования, которое является целью эволюции, может быть, только пройдя этап морального совершенствования. Но не наоборот. духовный человек обязательно будет моральным. Моральный не обязательно духовным. Мораль может привиться внешне, механически от этой цивилизации, от образованности, понимаете? И не случайно, говоря об эволюционных ступенях, рерихи говорят, невежественный человек становится образованным, становится цивилизованным. Цивилизованный человек становится образованным. Мы знаем многих новых русских, которые, значит, прошли этот кап цивилизации. А потом уже начинается утончение, потом уже начинается интеллигентный человек. Это определенное уже утончение. И когда начинается духовный синтез, культурный синтез, творческий утонченный синтез, когда включаются уже энергии сердца, преобразующие способности аппарата мышления, тогда возникает носитель культуры. Никакой узкий специалист, говорит Елена Ивановна Рерих, не является носителем культуры. И мы возвращаемся к тому, с чего начали. Это определенные эволюционные ступени каждого человека. И мы можем целые сообщества или периоды в истории государства распределить по этим доминантам. Что больше проявляется? К чему тяготеет сознание из этого? Настраивая, вот в зернах, которые посеяли Рерихи в результате центральной азиатской экспедиции, Маджурской экспедиции, они настраивали будущие возможности объединения народов. Они закладывали эти магниты, потому что сами были магнитом. Конечно, в этом процессе они ассимилировали лучи планет. Они исходили из определенных астрологических знаков, которые связаны тоже с эволюционной способностью преображения материи. Буквально до определенного часа, в определенного дня, Рерихи знали, когда еще есть возможность посетить 13-го Далай-Лаву. Прошел этот час, все. Если бы даже их после этих испытаний на Навчу пригласили туда, несмотря на все происки англичан, разведки и так далее, они бы уже не пошли. Астрологические сроки прошли. Понимаете, какой механизм работает? И здесь мы снова возвращаемся к принципу красоты, к принципу гармонии. За всеми действиями Рерихов стоял этот принцип. Конечно, сколько у нас осталось в середине? Еще примерно сейчас прошло. Ну все, еще минут 15, я хочу все-таки сказать о значении для Рерихов, о значении пути героев. Они шли по тем же самым путям. Если смотрите, Николай Константинович Рерих в 899 году прошел путь из варяг в греки. Это путь, становой хребет российской государственности, если хотите. Это соединение варяжского типа, воинственного типа с православной духовностью византийской. А потом уже, когда он ушел в Центральной Азии, особенно когда он ушел в Лахуле, в Ладаке, он очень много, и он и исследовал это в научном плане, конечно, Юрий Николаевич, больше степени Николай Константинович обобщал, он пишет уже о Гассерхане. Он пишет о тех подвижниках, которые проходили этим путем. Его картины, Знамена Востока, Майтрея серии, отражают этих героев. Экспедиция-то начинается уже с серии картин, которые запущены об этих героях. Это звезды, эти подоптиводные вещи. И он наслаивает своим путем экспедиции, следующий слой, более одухотворенный слой, эволюционно необходимый слой, на то, что было сделано перед ним. Вы знаете, что Андрей Первозванный, когда был послан Христом, он шел от Кемерии в Крым, через эти семь холмов, которые потом стали Киевом, и создали вот этот мощный центр Киевской Руси, и шел куда? Шел туда, к нам, в Питер будущий, до Старого Ладога, в первую столицу. Если хотите, это обратный путь, потом был проделан Рерихом из Варяга к Греке. Соединился север и юг, два крыла. Воинственный, государственный путь, который начинался с севера, и христианский путь, путь православный. Но на самом деле есть крест, есть крест Запад-Восток. И этот крест, который, кстати, не часто учитывается, даже не приходилось по этому поводу спорить с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, который написал целую статью о двух крыльях севера и юга. Он не очень-то хотел признавать для России значение восточного вот этого пути. Слишком на Запад отодвигал его, при всем понимании православной значимости для России. Так вот, этот путь с Востока на Запад и с Запада на Восток проделался в истории тоже, целыми потоками племен, и не только там монгольским там нашествием, понимаете. И вот этот крест, он тоже слагал условия для того, чтобы при перемещении этих магнитов, а те магниты, которые закладывал Андрей Первозванный, где потом возникали и Новгород, и Киев возникал, и вот Старая Ладога, со всем историческим контекстом проявления государственности, эти магниты уже перестали работать. Рерихи в Центрально-Азиатской экспедиции заложили магниты, которые являются основой новой духовно-экологической цивилизации. Это одно из важнейших эволюционных действий Рерихов, которое, конечно, еще даже исследователями не очень осознанно, которое только поверхностно описывается. Да, это есть, вот в трудах любила Васильевна Шапошникова, об этом она говорила, но механизм этого, оценить научные позиции, как происходит оплодотворение энергиями космоса работы этих магнитов, как в неслучайных местах они были положены. Потому что Николай Константинович имел кармическое право пройти этим путем, а не просто так. Мне удалось пройти значительной частью Центрально-Азиатской экспедиции, индийским всем маршрутом, Монголия, Алтай, я только не был в Тибете. Я встречался с людьми, был в этих местах, которые описывали Рерихи, и по пустыне Гоби, и по всему Алтаю, и по всей Индии, по всем местам, которые... Я могу просто сказать не голословно, а из своего опыта, что часть этих магнитов, они оживают. Они поддержаны людьми, исследователями, культурными традициями, которые возникли уже, может быть, после этого. Они начинают между собой соединяться. Все мемориальные места Рерихов на Земле между собой связаны. И события, которые сейчас происходят, непростые болезненные события вокруг наследия Рериха в Москве, отзвучат и в Кулу, отзвучат и в Калинпонге, отзвучат и в Нью-Йоркском музее, в Америке. Мы, может быть, это не наблюдаем системно, и не понимаем этого всего, но это все связано. Это единый организм. Ибо эту сеть закладывали великие. И на одной сети, которую закладывал Сергий, которая связана, конечно, с движением космического магнита, Рерихи сознательно в определенных местах под руководством учителя, закладывали в свою сеть сообществ. На Земле существует незримая сеть связи людей, которые продолжают реализацию этих идей и этих задач. И незримый мир сейчас очень активно участвует в жизни человечества. С небывалой скоростью миры сближаются. И многие процессы, происходящие на Земле, без понимания связи миров, невозможно правильно оценить. Ну, упомянуть, конечно, нужно в самом конце. Мог бы больше отдельно остановиться и на кооперации, и на, в принципе, общинности, и на определенных категориях культуры, которые отражают этот юридичный порядок. Но мне, конечно, хочется хотя бы несколько слов сказать о Святославе Николаевиче, потому что вот этот вот уникальный такой синтез естественно-научных исследований, менее известный, области работы Святослава Николаевича. Он говорит в работе «Творческая мысль» «Творческая и сознательная жизнь во всех областях мысли, достояние каждого человеческого существа». Наука отодвинула пределы наших понятий. То, что философия провозгласила много веков назад, современная наука начинает практически доказывать. Вот это воплощение идей. То, что философия в наиболее чистых своих формах уже заложила основы кристаллизации, наука сейчас начинает доказывать. Мы стоим на пороге величайших открытий, пишет Святослав Николаевич, но многие ли из нас представляют всю масштабность этих факторов? Начинается научная революция сейчас, новая научная революция, которая связана прежде всего с одухотворением науки. Отсюда все сложные проблемы происходят сейчас, и с Академией науки, и со всем остальным. Без видения будущего предназначения эволюционного человечества не понять, что сейчас происходит. А если есть это видение, то есть возможность перелететь через какие-то пропасти, через временные противоречия, через столкновения ради этого будущего. И тогда будет выстраиваться подлинная основа сотрудничества. Святослав Николаевич Рерих взял на себя миссию руководить отделом естественно-научных исследований института в Русвате. И, наверное, удастся мне просто отдельно уже прочитать какую-то здесь вот, может, встречу организовать в связи с естественно-научными исследованиями Святослава Николаевича. У меня есть по этому поводу статья целая. Но я хочу сказать, здесь только значение для Святослава Николаевича духовной алхимии. Вот принцип алхимии, которой он занимался, занимался в связи с растениями, в связи с получением эфироносов. Занимался по указанию учителя в 1929 году, добывая во Франции очень редкий манускрипт и переводя этот манускрипт Авраама, еврея, об алхимии. Он не знал, что на самом деле этот манускрипт уже был переведен для него. И я имел возможность с этим связаться. Он находится в Петербурге, переводил его Гамалея, сотрудник от Новикова еще в те времена. Ну, конечно, Святослав Николаевич это сделал более отбухотворенно, чем этот перевод сделал. Святослав Николаевич занимался просто опытами с магнитами, с метеоритами, с литием, с артутью. Чисто алхимическим вещами. Он штудировал классиков алхимии. Он получал уникальные бальзамы. Он использовал знания астрологии для этого действия. И он фактически один из немногих в истории алхимии, кто связал алхимию духовную, метафизическую алхимию, алхимию преображения самого внутреннего человека с алхимией материальной. Ибо философский камень это и есть концентрат психической энергии. И психическая энергия, как один из даров эволюции, была проявлена в деятельности Института Урусфати в значительной степени в работе Святослава Николаевича. А женское движение, как вот еще целый важнейший пласт, конечно, было одухотворено примером преображения женского начала Елены Ивановны Рейх. Она явила пример и возможности полета к дальним мирам, и творческого преображенияского начала. И если Мария Магдалина получила знания от учителя о тонком мире и явила первую ступень преображения женского начала, то Елена Ивановна получила знания об огненном мире и прошла огненную трансмутацию, и явилась первопроходцем для человечества, открыв эти врата. Потому что буквально с очень немногим реализуется возможность для всего человечества выйти на другой совершенно уровень эволюции, для духовного преображения женского начала. Она с учителями Востока, она с силами космоса открыла врата эпохи шестой расы, эпохи красоты, эпохи Матери Мира, эпохи Сатья Юги. И все остальное было связано, ее действия. Она заложила зерна. Она чувствовала суть явлений, она заложила зерна будущих, целых пластов научного познания. Она их только обозначила. Она непосредственно воспринимала это все. Ей не нужны были знания и детализации этого всего, как обычно подходит к этому наука. Она знала в силу знаний духа. И, конечно, с учителем работая. Целые направления будущих наук, десятки направлений, будут развиты, исходя из этих семян, которые посеяла Елена Ивановна. И еще многое предстоит открывать и исследовать в архивах и в ее работах. Но проявлено многое было сделано в институте гипотеза. Если вы не усваиваете, что тоже является мощным пластом эволюционных достижений Рериха. Я вынужден уже завершать свое выступление. Простите, если оно было слишком так обобщенно и поэтически. На мифопоэтическом языке, если хотите. Но любой из постулатов и любой из аспектов, если необходимо, я могу развернуть с конкретизацией его в научном аспекте. Просто начало хотелось сделать именно в таком ключе, в котором развивается сама эволюция. Когда от непроявленного, от незримого, от самосознающего, от самопорождающего возникают все формы дифференцированной материи. И великие духи проходят в какой-то степени этим путем. Так строится культура из символа знамени мира. Так строится эволюция человечества. Спасибо. Николай Иванович, ну вы вообще-то уложились на то, что вы хотели, там, час десять, а чуть меньше. Я могу еще, знаете, могу еще три часа было. Вот вы презентацию не подготовили, но статью вам придется дать. Вот здесь сидит Елена Борисовна, она здесь, она от вас не отвяжется. Ну, у меня уже несколько статьй на эту тему написано. Ну, я не знаю. Вот, значит, тоже, ну, это разные статьи, там же, конкретно, это доклады, то есть те доклады, которые мы, значит, вот, труды опубликуем. Так что, пожалуйста, вы готовы. Ну, я там несколько больше компетенций. Ой, да хорошо, что если у вас уже есть статьи, вам будет легче. Да, вот это. Значит, если я правильно помню, ваш доклад назывался «Имуляционные аспекты творчества Николая Александровича Ильича Ильича Ильича». Творче Рерихов. Рерихов, Рерихов. Вы не могли бы вот так, если можно, в одной фразе сфорбулировать вот эти самые эволюционные аспекты? Культура, как мы говорили в сфере культуры, общины ее проявления в кооперации, исследования психической энергии, которая в своей, как бы, завершенности значительной, ну, если говорить о биографии Рерихов, в институте Росфальти происходило, но на самом деле, конечно, это проявление, это были и другие. Это эволюционным движением, это было осмысление, осмысление истории, идей и людей Центральной Азии в их совокупности для возможности формирования новой общности в Центральной Азии, будущей духовной духовной цивилизации на основе вот вечной культуры. Вот это такие ключевые понятия. Конечно, понятие знамени мира неразрывно связано с понятием культуры. Женщины. Да, женское движение. Женское движение. Да, женское движение. Их же вот в руках, да. Михаил Николаевич, значит, на одном из прошлых семинаров, посвященных Николе Теслам, прозвучал такой интересный факт, что Никола Тесла и, кстати, Леонардо Авинчи были левши. Вот. И... А? 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 Ну, значит, и в связи с этим высказывалось такое положение, что у правшей у них как раз аналитическое мышление, а у левшей они мыслят добрызмом. В связи с этим был левтонный семейство Левихов и Леншов. Поскольку у них, насколько я понимаю, мышление было образно, такое, так сказать, синтетическое. Понимаете, поскольку... Брал шалушар. Дело в том, что я не пояснил это, когда говорил о Робе и соотношении Игоря Николаевича и Святослава Николаевича. Здесь нужно говорить скорее о мужском и женском. Потому что то, что вы говорите относящееся к физическим проявлениям, это относится к этой оболочке. А синтезу возможностей смены полярности природной задачи это относится к более высоким духовным оболочкам, на которых и действовали религи. В физическом плане Николай Алексеевич мог быть правшой. Ну, во-первых, скрытая левшинность. Конечно. Конечно. А вот в плане мышления это проявляется и в целых народах. Например, Японцы, и восточные народы, и западные народы. Асимметрия полушарий. Функциональная асимметрия полушарий. Это известные вещи. Но, что вот в ответ на ваш вопрос я хочу сказать. Йог атесно был несомненно явким свидетельством йоги от науки. Ибо он в течение 25-30 лет безошибочно воплощал образы и механизмы и процессы, которые у него были в голове просто. Понимаете? Это чисто йога. И релихи, конечно, были агни-йогами. Обязательно в практике йоги есть овладение концентрацией, вниманием, способностью управления воображением, воплощением образов воображения. Они проводят фактически путь идеи от мира идей до земного мира в своем творчестве. И одновременно мог йог настоящий делать одновременно несколько дел. Поэтому одновременно Николай Константинович мог работать над картиной, физически присутствовать в Нагаре, в Гималаях, рисовать Алтай. Да, так и было. Рисовать Алтай с определенной точки над Катунью с этим 20 метров безошибочно и видеть эту точку в 46-м году находясь на Гаре. Понимаете? Это потом было уже доказано. Люди шли специально, релиховцы, пытались по фотографиям определять и находить. Это говорит и о делимости сознания, это говорит об управлении различными возможностями психической энергии. Можно одной рукой писать одно, другое-другое. При этом можно говорить еще, понимаете? А психически участвовать и помогать кому-то в далеком расстоянии. Для между другими. Конечно. Да, конечно. Поэтому отдельные яркие проявления, которые вы справедливо заметили, Ну, кроме всего прочего, художник всегда по образу и мышлению по определению развито. С другой стороны, они были люди Логоса, а Логос это левый полушарь. Так что это двухполушарный синтетический мышление. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Владимир Владимирович, Вы рассказали, что знамя мира предполагает три величайших учителя. То есть знамя мира это как бы синтез грядущего Будда Майтрея, Будда и Христа. Вот сейчас как бы очень заметно оживилось буддийское движение и интерес к буддийскому движению молодежи. Вот как-то очень активно стали буддийские лидеры приезжать, ездить по миру, привлекать своими идеями людей, заинтересовываться в работе над собой, над какими-то проблемами. Вот как Вы считаете, есть ли это следствие вот этой вот этой раз гимнадийской экспедиции или это как бы в другое какое-то направление проявляется? Вы знаете, всегда вот такие вот души, как Николай Христиныч, они дают определенный импульс. Они дают определенный импульс. Миссия посланников западного буддизма на восток не состоялась полноценно из-за того, что искусственно помешали экспедиции рейх. Вы знаете, есть версия, что все-таки рейхи побывали в Хасе. Есть для этого аргументы и вот жалко, что здесь нету Димы Попова, потому что он нисал в Нью-Йоркском музее. Меня очень заинтересовал небольшой эскизик Николая Константиновича связан с Хасей, который можно нарисовать достоверно на конец Хаса. Есть какие-то косвенные подтверждения этому нуждающейся на Но я хочу сказать, что вот конечно этот импульс был эволюционным импульсом. И письма Махатам послания советскому правительству не случайно давались письмо было два письма Махатам. И вот на вопрос как раз Ваше Мироновича я подробно объяснял эту тему в нашей переписке помните о том как давались эти письма. Мало кто знал что они были на тибетском языке. Они переводились когда Юрий Николаевич переводился. Они находятся сейчас в архиве внешней разведки. У меня был вопрос на каком языке это описывалось. Так вот это был если не ошибаюсь ноябрь 25 года и апрель 26 года когда эти письма были даны учителям. и письмо о буддизме было дано после хатана в Бурхан-Булате место такое Бурхан-Булате это место откуда Будда пошел на север. И не только в самом послании говорилось о возможности объединения буддизма и коммунизма и строительства общины потому что конечно заложено и вообще не Сергия проявлен общинный принцип и конечно вообще Будда о чем Ирина Ивановна говорит основа буддизма вы знаете какая тяжелая участь была с этими посланиями до сих пор воспринимаются но этот импульс он был эволюционный он шел от учителей он имел определен непреложность мало кто знает Сенди Рейховцев другой факт вы знаете что 10 августа 15-го года Николай Константинович вместе с комиссией открывали храм буддийский храм первый в Европе храм посвященный Калачаке в Санкт-Петербурге и назвали его источник учения Будды сострадающего всему живому кстати недавно в переписке с очень близким ближайший святослав Николаевич мне рассказали святославу Николаевичу задали вопрос а в чем основная судьба буддизма а он он сказал основная судьба буддизма это есть о сострадании а без сострадания нет строительства общения нет вот этой целостности нет всепрощения нет сердечности понимаете так вот и Рейх уже тогда мечтая о мосте между Индией и Россией участвовал в строительстве храма в Эльбенбурге там участвовал в Шахарской там друзья его были но мало кто знает что через 21 год а десятилетия и семилетия тоже являются принципом в 36 году Николай Аценчер получает высокое буддийское посвящение чакра самовара тантра то есть в буддизме это считается завершением строительства тайного невидимого храма внутри самого человека и трудно представить сколь могущественна была творческая работа духа Рейха что разденный православным и всегда высоко чтивший завоевание христианской культуры духовного наследия России преданный делу Сергия всю свою жизнь в итоге творческих исцелений становится в какой-то степени последователем буддизма Юрий Николаевич и Николай Костович ориентация буддизская Святослав Николаевич единитель востока и запада Святослав Николаевич православный к сожалению не удалось выполнить его завещание похоронить в Санкт-Петербурге я занимался сам непосредственно организацией похорон Святослава Николаевича в Санкт-Петербурге мы в этот день когда его все-таки хоронили там в Индии провели в Князь Владимирском соборе где он хотел чтобы его отпевали мы панихиду там провели а они все-таки ну вы знаете из-за всех этих событий самолет специальный и так далее не состоялось это было бы как раз реализация вот этих двух уравновешивающих начал Юрий Николаевич и Святослав Николаевич еще одно что в этой связи сказать Святослав Николаевич с Ириной Ивановной больше состоял в Ноклюсе Юрий Николаевич с Николаем Константиновичем они воплощали это в земную материю в большей степени на уровне научной мысли Юрий Николаевич на уровне художественного творчества на уровне широкого мировоззрительного литературного подхода Николая Константиновича и культурного строительства а Святослав Николаевич видите какой вот синтез интересный вобрал в себе и художника и мыслителя и исследователя науки Юрий Елена Ивановна все в себе обмещает понимаете это тоже полярности это тоже определенные полярности если хотите отвечаю на предыдущий вопрос но в высоком духовном уровне это действие закона полярности можно здесь запомнить вопрос вопрос закрыть вопрос почему они сейчас почему так много буддийских проповедников и так далее это было в Средиземноморье было направлено очень много в свое время в свое время ламса то есть где-то лет за сто в рождении Христа поэтому идея сострадания в большой степени была принесена сюда это первый момент и второй момент сейчас если брать такие большие цивилизационные циклы буддизм он имеет такую миссию в середине века оставить свои знания остальным культурам а днюх не в кофе с ними Далай-Ламу говорит что вы православные люди что вам еще надо оставайтесь в своей религии у вас замечательная религия то есть там нет идеи именно продвижения идеи отдачи отдачи вот этой молодости сейчас похожее время можно можно важное дополнение по вопросу буддизма короткое важное дополнение вы знаете сам принципиально меняется другое почему буддизм начинает сейчас расцветать ответ на это есть опять-таки в этом письме Маха Кагана прочтите его конец сентября 1981 года единственная религия которая сохранила бесстрашие перед смертью это буддизм не породила всех этих призраков понимаете личностного бога и это очень важно потому что сейчас это важно почему-то потому что миры сближаются невероятной скоростью и влияют на все сферы жизнедеятельности наука к этому оказалась совершенно не готовой вот в чем беда хотя некоторые открытия науки подошли к этому даже на на технологии но философски мировоззренчески они не поставлены именно вот в эту систему ценностей которую дает живая этика вот в чем беда кто как трактует даже понятие сознания квантово-механических исследований у того же самого Белосикова с которым у нас были очень хорошие отношения понимаете это очень важно сближение миров и поэтому проявление идет именно связи миров переход в другой мир у меня была данная лекция как раз о дебочаге я думаю лучше ваша сейчас ну ладно еще вопросы в порядке есть в порядке хорошо есть еще вопросы нет хорошо да пожалуйста вот Михаил Николаевич говорит что красота это то, чем поклоняются махатам единственный курс который поправляются в учителя красота можно ли здесь параллели с Пифагорейским Пахистаном бесхоже то есть это что означает что это все-таки философское мистическое учение максимально высокого уровня или здесь все же нечто иное нет это единое зерно это из того же источника это из того же источника нельзя разделять учения основу основу этих учений и Платон и Пифагор бесспорно из того же источника дается просто понятие красоты да вот вся жизнь Николая Костянович это знаете как кристалл вот как повернешь этот кристалл вы видите те или иные грани тот или иной свет тот или иное многообразие выполнения вот этой эволюционной миссии в этом кристалле сверкаются его служение человечеству так и здесь учителя давали в определенные сроки не случайные астрологические сроки они давали знания под той или иной составляющей которая и складывает это единство и конечно число тайной вибрации звука геометрия цвет свет закон сцепления это все теплота огонь это все свойства если хотите сыны фахата это уже большая теория я в том а это и есть принцип красоты принцип гармонии ну это все наука красота 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 других мерностей красота других мерностей ну и кто же не садрил его в прошлом тогда переходим к дискуссию желает кто-нибудь высказаться Михаил Николаевич вот сейчас насчет личного Бога и тут же значит Святослав Николаевич вот как он обещал личного Бога лучше православного человека и учения Рерихов и соответственно буддийские концепты что-то вот так резко вряд ли он с вами согласился 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 нет он другой говорил встречался несколько раз с Святославом Николаевичем почему это потому что Рерихи под принципом Христа они происходили из принципа Христа а принцип Христа это единый и для Будды и для Христа это параатман и без этого все остальное не понять и вот высшее Я в человеке которое проявляться может в традициях христианства в традициях буддизма в традициях ислама в том же суфизме например понимаете оно проявляется уже в более дифференцированных более приземленных формах да приземленные формы могут иметь целесообразное проведение этого принципа личного начала но если потеряна верхушка пирамиды оно превращается в догматизм в суеверие и в то что расчленяет религии а не объединяет их а потому что источником его православных вдохновений с маленького возраста были церковные хоры как на Валааме он слушал он написывает потрясение на всю жизнь он написывает от службы православной от литургии православной да более того Юрий Николаевич Рейлих определял культуру как литургию духа значит это несказанно и не лечебно конечно все эти разговоры они пустые но мы вынуждены в этой материи находиться и говорить такими словами надо сказать что тут не надо говорить а над этим стоит конечно вершина этой терапии несказанной конечно нет ну по-другому есть учения где встали есть учения церкви это же разные вещи но вершина Николаевич как православный пресенец не из дагматики давайте он приложил себя в церкви поэтому здесь не надо противоречить этим устраиванием я не вижу Николай Константинович в 34-м году в Харбине начинает этим самым в газете Харбинский путь который на него там поклёпы устраивал целые даёт там интервью и говорит вот кончается столетие Серафима Саровского когда он предсказал об испытании к Руси начало оживление Руси вот мы сейчас оживление мира вообще новый мир приходит сейчас он говорит с таким воодушевлением о Сергии с таким воодушевлением о Серафиме Саровском Николай Константинович говорит они несли все время в себе это потому что они видели вот эту суть единую Елена Ивановна Елена Петровна понимаете подлинную суть православия и конечно на знамени мира вот рейховцы часто забывают это а это очень важно не будет воскрешения Руси в том значении в котором видят учителя если не будет очищенной основы этих учений если они вместе не пойдут в созвучии высоком без православия без христианства это невозможно поэтому атаки идут и внутри и извне из этого идут очень важно именно этот путь святости на Руси и строительство христианской той же общинности можно ли сказать что героизм это и есть святость простота красота и бесстрашие формулы Будды и Христа говорит ничего больше Христоса Будды не говорит простота красота и бесстрашие поэтому и героизм конечно туда ну вот известное письмо о Боге это письмо Махам Елена Ивановна его комментировала подробно в своих письмах там же нового следователя системы и вот там в одном месте она пишет о том что ну конечно для такого простого сознания собственно говоря глава иерархии нашей солнечной системы и может рассматриваться как лично так что в общем нет таких жестких противоречий да да посмотрите как трудно было с адвайтовидантой например а сколько ступеней существует в Индии так есть ли вопросы у нас сегодня поступило пожалуйста кто желает выскориться ну знаете я понимаю что все так задумывались потому что да Николай Чич много сказал нет ну дело в том что много а дело в том что конечно доклад был очень интересный он конечно очень глубокий и поэтому значит требует некоторого оснасления даже и для того чтобы там задать вопросы более высказать и так далее вот я тоже не беру что сказать какие-то серьезные комментарии но просто одно или две репуты небольшие вот в самом начале как дальше говорили о синтезе и в связи с синтезом значит характеризую этот синтез сказали относительно но потому что не стоит очень большое внимание дать детали это правильное обучение очень много говорится о синтезе и знаю что не надо это понимать как пренебрежение к факту вот у Николая Константиновича есть работа где он специально говорит о том что надо собирать факты надо тщательно собирать факты еще не вошедшие учебники собирать их непредвзято значит не отрицая невысокомерничая вот это очень на самом деле мне кажется важное положение потому что в связи как раз с состоянием науки понимаете несмотря на то что как бы наука считает что восстановивший факт известный известный который противоречит парадигмы они просто не принимают с ним вот в чем дело и поэтому значит вот тут нужно конечно расширить значение не только то что признак и у нас очень большое значение то что пока еще не признак но в парадигме вот факт надо уделять очень большое внимание и как раз Николай Константинович почувствует это обстоятельство это первое это небольшое репресс второе значит это вот когда Михаил Николаевич говорил о четырех рерихах Лена Ивановна Николай Константинович и Юрия Николаевича вот так красочно образовал роль Юрия Николаевича у меня все время значит было какое-то упущение я отвечал за вопросом значит а что же ничего не сказали Святославе Николаевич ну вот Михаил Николаевич оставил наконец и сказалось Святославе Николаевича очень коротко я знаю что у вас гораздо больше материала и по-моему у нас даже запланировано на самом деле раздокладное или я не помню доклад или лекция это из моих самых любимых тем я думаю что эта тема она очень важная мы так или иначе наверное эту тему я не хотел ее в комплексе да у него есть есть но конечно это специальная тема коллеги так хорошо коллеги есть еще нет ну тогда что мы да ответное слово а вашей заключительной словник я не выступал ну пожалуйста вот в связи с репликой Льва Мироновича то что я выступление в связи с синтезом и фактической статью мне сказал что широта научных сопоставлений всегда отличала Николая Константиновича в его подходе к изображениям к детализации к обоснованиям тех или иных конкретных совершенно явлений ну вот смотрите в больших буддистских ступах он находил аналогии с курганами Упсалы в Швеции и с волховскими курганами вблизи новгородских землей храмы Кашмира напоминали ему романский стиль кочевников Аланов сундуки базара на Кашгаре ассоциировались с ранним Ренессансом и в монгольской пустыне Гоби он слышал звучание рога Зигфрида орнаменты севера Индии напоминали ему русские убранства это и есть синтез и это все на конкретных материалах и доказательства путей синтеза они нашли в том же Тибете когда и рисунки они нашли там и Юрий Николаевич описывает это и мегалиты нашли и вещи переселения народов находили просто эти вещи более известны фактологическая страна и целые группы рейховцев там институты занимаются целые публикации конференции исходят из фактологического материала я намеренно на нем не останавливаться потому что считаю что это более знакомые вещи а мне хотелось дать какую-то мировоззренческую окраску какую-то философски обосновывающую с позиций рейхов и живой этики связь этого всего в эволюционном ключе то есть вы сказали совершенно верно поэтому я благодарен за вопросы за возможность выступить и конечно эта дискуссия эта тема может продолжаться я надеюсь что при следующих наших встречах какие-то отдельные блоки этой грандиозной темы могут быть представлены более детально и сущности отлично Продолжение следует...